Автомобиль может и не роскошь, но нередко становится объектом преступных посягательств. В Ивановской области за неполный 2018 год было совершено 93 автокражи. Добычей у гонщиков становится как семейное авто, так и транспорт премиум класса. Полный приоритет сейчас автомобильных воров, начиная от дорогостоящих, то есть это Toyota Lexus, которые идут в свыше порядка от 2 до 6-7 миллионов машин в стоимости. И более уже такой бюджетный класс, но это и на марке тоже, это корейское производство автомашин, то есть такие Rio, Hyundai i40, и соответственно тоже корейский автотранспорт, который тоже свыше 2 миллионов, это Hyundai Santa Fe, AX35, то есть они все колеблются в миллионы до трех. Найти угнанный транспорт непросто. Есть в практике полицейских случаев, когда это удавалось сделать, но во многих случаях авто будто исчезает. Автомобильная сигнализация не панацея, не всегда спасает и гараж. Уберечь свое авто от угона непросто. Если двумышленник захочет угнать, вероятнее всего он сможет это сделать. На службе автомобильных воров 21 века передовые технологии. Электронные сигнализации, доступ к автомашинам в свободные руки, то есть безключевой доступ, это специальное оборудование, которое считывает сигнал от ключа до автомашины, то есть автомашина думает, что к ней подошли с ключом, она открывается, она заводится и соответственно уезжает. Но прогресс шагнул не только в преступной среде. В системе правоохранительных органов тоже есть полезные новшества. На охрану автотранспорта теперь заступают бойцы Росгвардии. В Ивановской области начала свою работу система навигационного спутникового мониторинга автомобилей. В нашем субъекте, а именно в Ивановской области, в тестовом режиме данная система работает с 2017 года. И сейчас по статистике информация такая, что на территории Российской Федерации более 4,5 тысяч транспортных средств оборудованы данной системой и соответственно охраняются подразделениями внешнеохраны Росгвардии. В основном это Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, ну часть субъектов. И в нашем Ивановской области данная система уже на сегодняшний день, скажем так, актуальна. Механизм схож с неведомственной охраной домов и квартир, но есть и отличия. В авто устанавливают специальный трекер, передающий постоянный сигнал о местонахождении машины на пульт дежурного в неведомственной охране. В случае, если авто вскрывают, сообщение сразу же передается на пульт дежурного. 462 Семенова, Тревога, автомашина Белый Форд, гос. номер Елена, 832, Андрей Роман. Находится, ПО 14, дом 271. Принял сообщение. При этом диспетчер продолжает отслеживать перемещение авто в режиме реального времени. Даже если злоумышленники, как часто это бывает, захотят вывезти его за пределы региона, с радара в неведомственной охраной тачка не пропадет. Сигнал тревоги поступает в реальном времени. Незамедлительно дежурный пункт централизованной охраны передает сообщение о срабатывании сигнализации на объекте на ряд группы задержаний, который непосредственно работает на данном маршруте, в том месте, где произошло данное событие. Также оповещаются все наряды полиции, работающие в системе единой дислокации. И дальше уже делать техники, выследить авто и задержать угонщика. Данная система функционирует практически во всех регионах Российской Федерации, там, где есть подразделения внедомственной охраны. То есть зона охвата – это практически зона ответственности на ряды групп задержаний внедомственной охраны во всех регионах Российской Федерации. Система мониторинга может работать не только с частым автотранспортом. Есть техническая возможность помещать тревожные кнопки и трекеры в школьные автобусы или, например, оборудовать ими кареты скорой помощи, которые в последнее время нередко подвергаются нападениям. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.